Привет, ребят! С вами опять я, Полина Червова, и я очень рада приветствовать вас на моем канале английский для начинающих с Полины Червовой. В этом видео мы с вами продолжим говорить про модальный глагол could. В прошлом видео мы с вами обсуждали модальные глаголы can и could. Если вы вдруг его не смотрели, я оставлю ссылку в описании к этому видео. А сегодня мы с вами посвятим практически все наше время модальному глагол could. Мы используем модальный глагол could для того, чтобы сказать, что в прошлом у нас была возможность сделать что-то в любой момент времени. Например, когда я была молодой или когда я была ребенком, я могла ничего не делать. When I was a child, I could do nothing. Когда я была ребенком, я могла ничего не делать. То есть это какая-то длительная ситуация в прошлом. В любое время я могла ничего не делать, и мне ничего за это не было. Либо еще пример. Jack was an excellent tennis player when he was younger. He could beat everybody. Jack был идеальным теннисным игроком, когда он был моложе. Он мог победить любого. В данном случае мы использовали could, потому что в прошлом мы могли что-то сделать в любой момент времени. Но если мы говорим про какую-то конкретную ситуацию в прошлом, то есть мгновение, какая-то одна ситуация, мы не можем использовать could. Мы можем использовать to be able to, и в прошедшем времени это будет was или were able to. Либо мы должны использовать слово manage, справиться, смочь что-то сделать. Давайте посмотрим пример. Энди и Джек играли вчера. Энди играл хорошо, но Джек смог выиграть, да, смог победить его. Jack was able to beat him. В данном случае я использовала to be able to, потому что это конкретная ситуация в прошлом. Мгновение, да, это одна игра. Либо я могла использовать слово manage. Jack managed to beat him. Я не могу здесь использовать could. Ситуация достаточно сложная, но я уверена, что вы сможете это запомнить. Давайте еще раз повторим. Мы используем could тогда, когда мы в прошлом могли сделать что-то в любой момент. When I was a child, I could play every day. Когда я была ребенком, я могла играть каждый день, да. Но если вы говорите о какой-то конкретной ситуации в прошлом, то мы не можем использовать could. Мы используем to be able to или слово manage. Например, I was so tired yesterday after my work, but I was able to do my homework. Я была такая уставшая вчера после работы, но я смогла сделать домашку, да, домашку по-английскому, например. То есть я взяла себя в руки и сделала это. Либо I managed to do my homework. My English homework, да. Я сделала свою домашку по-английскому. Обратите внимание, что если ваше предположение отрицательное, и вы будете использовать couldn't, то это правило уже не работает. Couldn't вы можете использовать с любой ситуацией. И какой-то общей ситуации в прошлом, и с конкретной ситуацией в прошлом. Например, Вчера я была такая уставшая и не смогла сделать свою домашку по-английскому. Или Запомнили? Правда, ничего сложного. И последний момент, о котором мы сегодня поговорим. Мы можем с вами использовать модальный глагол can для выражения возможных действий в настоящем или будущем времени. Например, рассмотрим ситуацию. Вы купили билеты в кино, пришли домой и говорите своему мужу или жене. Я купил билеты в кино, мы можем пойти в кино. Пример на английском. I have bought two tickets to the cinema, so we can go to the cinema tonight. Я купил два билета в кино, поэтому можем пойти в кино. Второй пример. What shall we do tonight? Что нам делать сегодня? I don't know, we could go to the cinema. Что нам делать сегодня? Я не знаю, мы можем сходить в кино. Смотрите, в первом случае билеты были уже куплены, и муж говорит, мы можем пойти в кино. И я использовала can. Во втором случае билетов не было. То есть, что мы будем делать, да? Я использовала could. Потому что can – это большая вероятность, а could – меньшее. То есть, больше сомнений в слове could, да? Ну, наверное, мы можем в кино сходить. We could go to the cinema or we could go to the park. То есть, в данном случае, когда я использую could, у меня больше сомнений. Когда я использую can – сомнений меньше. Еще один пример. Вы собираетесь лететь в Париж, и у вас там есть подружка Сара. И, например, она вам все время говорила, когда ты прилетишь в Париж, ты можешь остановиться у меня. Поэтому, когда вы собираетесь в Париж, вы говорите, Я могу остановиться у Сары, когда я поеду в Париж. Но если с Сарой вы не такие большие друзья, и она вас в гости, в принципе, не звала, но вы хотите сэкономить денег и остановиться у нее, и вы говорите Может быть, я мог бы остановиться у Сары, когда я поеду в Париж. Заметили? Can – Сара меня звала, да, я точно могу остановиться у нее. А could – Сара еще не знает о том, что я собираюсь остановиться у нее. То есть, у меня много сомнений. На этом все, ребят. Мы с вами рассмотрели использование модального глагола can и could. Более подробно мы разбираем эти модальные глаголы на марафоне, которые проходят у меня каждый месяц. Но то, что мы с вами рассмотрели в этом и предыдущем видео, является базовой информацией, и вы уже можете ее использовать. Если вы хотите прокачать свой английский еще лучше и еще больше, то приходите на марафон. Обучение достаточно интенсивное, быстрое, эффективное и в то же время очень дешевое. На последнем слайде вы найдете упражнения по этой теме, которые вы сможете сделать и закрепить материал. Ответы к этому упражнению вы найдете в описании к следующему видео на моем канале, которое выйдет уже через несколько дней. Пожалуйста, повторите эту тему еще раз, просмотрите эти видео и сделайте упражнения, чтобы у вас точно все закрепилось в голове. И, конечно же, начните использовать глаголы can и could в своей речи. Я была невероятно рада видеть вас сегодня. Спасибо, что нашли время и посмотрели это видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, если видео вам нравится, и я буду снимать еще и еще. Подписывайтесь на мой канал, чтобы мы всегда были на связи. И не забывайте добавлять мне в друзья в ВКонтакте, в Фейсбуке и в Инстаграм. Ссылки я оставлю в описании к этому видео. Я желаю вам классного дня, отличного настроения, улыбайтесь больше и учите английский. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok